Микрофон Отдельная тема – это цифровизация, вообще вся эта компьютерная шняга, о которой мы говорим здесь, как она действует в системе человеческого отбора искусственного. Дело в том, что мы уже где-то 50 тысяч лет… Есть микрофон, да? 50 тысяч лет ведем очень интенсивный искусственный отбор, просто сами себя уничтожаем. То есть мы же и кролики, мы и экспериментаторы, все в одном флаконе, просто мы этого не понимаем. И вот войны, мировые войны, это смена систем искусственного отбора. То есть эволюция идет и все интенсивнее. И вот как раз компьютерной технологией я сам очень широко пользуюсь и даже щипцами, как вы понимаете, менял лампочки в стреле. Ну вот, поэтому я такой похож на динозавра здесь среди вас. Ну, это была другая эпоха. Это, к сожалению, усиливает скорость этого самого искусственного отбора. Он становится все более бескомпромиссный, еще более жестокий и, самое главное, незаметный. Потому что никто не осознает. Вы знаете, как маразм, он начинается незаметно. То есть постепенно так, но потом раз, и над вами начинают смеяться дети. Вот примерно то же самое происходит и здесь. То есть ни из подволь, ни заметно. Причем, я вас уверяю, никакого мирового заговора нет. Это естественный биологический процесс. Другого способа эволюции человечество не придумало. Опасность в таких новых подходах, в новых технологиях огромная. И мы должны их контролировать. Я вас уверяю, никто нас, вот здесь много обсуждалось, я думаю, что никто нас не отключит от этого интернета международного. Потому что это механизм искусственного уничтожения нас самих. То есть это настолько эффективно, что отказаться от этого, что с одной, что с другой стороны, довольно глупо. Поэтому биологические процессы можно модифицировать, но их нельзя останавливать. А вот то, что мы видим в компьютерных технологиях, мы с вами видим интенсификацию искусственного отбора. Это понятно, и причем этот искусственный отбор идет по мозгам. Микрофон. Да, давайте. То есть, как кофе на программистов влияет. Хорошо. Кофе влияет, потому что можно программиста заставить дольше работать, если поставить хорошую кофеварку. Я, кстати, однажды так и сделал. И получается отлично. Хорошая кофеварка, поскольку программист хорош пока молодой, понимаете. Значит, здесь надо интенсивно ставить кофеварку хорошую. А что будет с его сердцем после 35, нас уже не волнует. Поэтому с точки зрения работодателя кофеварка – это хорошо. С точки зрения того, чтобы дожить до пенсии, то это не очень. Надо дозировать. Постарайтесь заменить каким-нибудь высокоферментированным чаем. То есть, чуть-чуть можно, в день пару чашек – не вредно. Если, конечно, вы не дикий итальянец, там и можно больше. А так старайтесь все-таки не злоупотреблять сердце. После 35 начнет сказываться. Сейчас нет. Пока еще наслаждайтесь. Да, давайте. Вопрос. По вашему мнению, как вы появляете сознание? Я просто говорила, что у вас есть в полоте сознания. Когда включается сознание, как оно включается? Для чего? Понимаете, сознание – это как к вопросу о компьютерных, о искусственном интеллекте. Если искусственный интеллект, чтобы ты подошел к туалету, тебя опознали как мужчинку, и дверь открылась. На этом уровне искусственный интеллект будет работать прекрасно. То есть и у ребенка, когда он там подражает, там говорит иногда какие-то умные фразы, философские даже целые, он скопирует у родителей, кажется, что рано. На самом деле более-менее сознание, то, что мы понимаем, то есть сознание – это что? Это способность делать то, чего не было в природе и в обществе, причем делать осмысленно. Понимаете, а дети там под гормонами в момент полового созревания могут писать гениальные стихи. Это что, сознание? Да нет. Это биологическое гормональное созревание. То есть сознание, осмысленность – это когда ты сможешь абстракироваться, грубо говоря, от своей собственной пиписки. Вот тогда начинается сознание. А все остальное – это еда и доминантость, и размножение. Что-что? Когда что наступает? Когда люди высыпаются, утром сознание включается. Нет, сознание у нас вообще старается не включаться никогда. Дело в том, что есть ли для жизни вам достаточно набора алгоритмизированного, как в компьютерах, набора действий, то сознание включается тогда, когда вы проснулись утром, у себя дома, все в постели, хорошо. Но вы видите, что у вас не жена рядом с вами. Вот тогда включается сознание. Вот оно начинается решать. Сознание включается тогда, когда биологически возникает проблема, с которой вы раньше не сталкивались, и вы ее вынуждены решать. Следующий вопрос в последнее время. Ваше определение сознания и вопрос в теории функциональных систем. Теории функциональных систем? Ну, как? Это спаривание, неудачное, теория функциональных систем, с моей точки зрения, это неудачное спаривание Ивана Петровича Павлова с Клодом Бернаром. Значит, детей не получилось, вот. А теория функциональных систем хороша тем, что она объясняет все задним числом, но никогда передним. То есть, как в старом анекдоте. Если бы я был таким же умным, как моя жена потом, вот теория функциональных систем исчерпывает полностью этот подход, поскольку это натурфилософское умозрение, построено на известных вещах с теорией обратной связи, которая используется во всем компьютерном программировании давным-давно, и рефлекторной теории Павлова, поскольку теория обратной связи – это общефилософское направление, рефлекторная дуга Павлова, простите, это атомистическое упрощение работы мозга до предела. Ну, как философское течение – да, конечно. А как научный метод – нет, никогда им не было. Я отношусь к этому хорошо с философской позиции, и не как с научной. Нет, 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 они не глупее, они выгоднее, чем вы. Вы же изучали, как интегралы брать? Изучали? Ну, все, они блоками будут моделировать это все. Они просто, мозг так устроен, что если ребенок может под партой нажать на телефоне таблицу умножения, вам придется его несколько раз как следует выиграть, для того, чтобы он стал это делать в голове. Мозг ему запрещает. Он там уж нажал под партой, ему канабиоиды. Он не разумен, нет, нет, нет. Он направлен, но не разумен. Для эволюции, понимаете, важно, чтобы было потомков очень много, и они хорошо вели. Все. А у детей то, что вы говорите, да, конечно, они экономят на работе собственного мозга. Но если бы они этот самый мозг-то использовали хоть для чего-нибудь еще, проблема-то в том, что вас не столько образовывали, учили там интеграл брать, сколько вас приучали к инструментам, к мозгу как инструменту для пользования. А у них с легкостью большой, в результате глубины практически нет. Я преподавал очень долго в высшей школе. Ко мне, когда стали приходить ЕГЭшники, я просто ушел. Потому что они, да, все хорошо схватывают, они быстро в интернете все у нас ходят. Для экзамена могут неплохо подготовиться. Понимания нет. Потому что понимание – это пользование мозгом. То есть образование нужно не для того, чтобы сумму знаний дать. Это важно, нужно, когда необходимо. А еще для того, чтобы научиться пользоваться мозгом. Понимаете, иначе получается не наука, а научная популяризация, то есть имитация научной деятельности. Не программирование, а там вы берете блоками. Я специально перед тем, как сюда поехать, посмотрел, как программируется. Мамочка. Меня бы выгнали бы просто. Какой ассемблер? Там берется блоками все это, лепится. Человека можно обучить за полгода этому делать. Причем программирование-то. А это выгодно с биологической точки зрения. Для эволюции ум не нужен. Нужен совсем другой орган, намного ниже, который располагается. И эволюция безнравственная, аморальная. Ей все равно вообще. И вот ужас, я пытаюсь донести тот ужас, который испытываю сам. Ужас в том, что имитация разума, имитация научного подхода, имитация доступной информации, доступность бигдейта, а на самом деле за этим ничего не скрывается. Очень поверхностно. Это позволяет тем, кто, не дай бог, затруднился управлять этой системой вот так на щелчок. В этом проблема. Давайте. Что, что? Что? Нет, это болезнь. Давайте еще. Какие, какие, извините? Да, вы и сейчас живете в симуляции. Вы посмотрите, сколько народ порнушку смотрит. А это что? Это все одного поля ягодки-то. Нет, конечно, трудно наесться там виртуальной колбасой. Я согласен, но симуляция идет, потому что вам доступны базы данных, вам доступна жизнь богатых людей. Приматы, как известно, переносят. Здесь система переноса такая. Сейчас, как и более 10 лет, а вот у них на 100%? Ну, на 100% вряд ли, потому что у нас индивидуальная изменчивость мозга очень велика. Это раз. Всегда найдется подлец, который что-нибудь испортит. Ну, вот это одно. Просто у нас, если бы здесь в зале сейчас бы сидели люди, которые бы тело отражало индивидуальную изменчивость мозга, ну, сейчас бы, во-первых, здесь бы пару человек не поместилось по вертикали. Питок, поширение. Понимаете? Изменчивость мозга. Если бы мы видели, что у нас там, это был бы ужас. То есть у нас индивидуальная изменчивость превосходит видовые различия. Это ужас. У нас внутри мозга, у одних есть некоторые структуры, а у других нет этих структур вообще. Поэтому тот, кто придумает эту систему виртуального слияния, так сказать, жизнь виртуальную, мало что получится, потому что слишком велика изменчивость – это залог нашего биологического выживания. А интеграция, вот еще часто там компьютеров с человеком… Вы меня извините. В 2000 году я был в качестве эксперта на одной международной конференции по нейропротезированию и по нейрохирургии в Европе. Уже тогда на дворе 2000 год, там, вы понимаете, Z80 – основное достижение в медицине, от кофеварки процесса. Уже вполне их золотили кончики, вставляли в слуховое, распарывали полбашки, вставляли в кахлеарное ядро, выводили сюда датчик звуковой под кожу. И вот была интеграция, и обучали. Можно, кое-какие звуки человек слышал, который вообще никогда не слышал. То есть вот такая интеграция протезирования, конечно, будет развиваться, и в этом есть перспектива, поскольку мозг, напомню вам, забарьерный орган, то есть ему в то можно и гвоздик засунуть, он там приживется, и все, что хотите. Вот это будет развиваться, это интересное направление. А вот так, чтобы полностью виртуальное, для всех не получится. Сначала придется всех под гребенку, сделать одинаковыми, вот потом только виртуализировать, а это сложно. Да, давайте еще. А что включать, ничему они поднимают, они между собой борются. На этом построены все религии в мире. Вам говорят, с одной стороны у вас ад, ну это то, чего хочется, а с другой стороны у вас рай. Это когда надо все отрезать. Понимаете, да? То есть это вечная борьба. Есть ли у вас, ну представим себе, вот сейчас пришла весна, прогрелись семенники, яичники, вы вышли на улицу, ну что вы смеетесь, не так что ли? За зиму все замерзли, а теперь, значит, отогрелись. Вон юбки такие, вот все без шапок, прочее. Значит, у вас включается гормональная регуляция, суточный день удлинился, значит, половые гормоны вырабатываются, они начинают вас так потихонечку, это, иди сюда, пора размножаться. И, значит, начинается из гормонов много выбрасывать, сто удержу, нет. Вот. А если вы с этим боретесь как-то, начинаете говорить, ну что ж, ну что ж, надо хоть институт закончить, прежде чем размножиться. Ну вот. И мама говорит то же самое. Ну вот. То есть начинает неокортекс говорить, надо вот это делать. Вот это вечная борьба, потому что, если полностью отдаться на волю лимбической системе, то, ну вы знаете, у нас есть такие артисты, там, в перьях и стразах. Ну вот. А можно наоборот, значит, можно полностью рассудочный, ну, пожалуйста, у нас есть математика известная, которая чисто рассудочная вещь. И то, и другое плохо. Человек все-таки должен жить в балансе, потому что для вот этого морфогенеза отростков, нейронов, да, о котором я говорил, мне язык стер, сядь об этом говорить, нужно гормональный стресс. Понимаете? То есть, к сожалению, мы такие паршивые еще люди, то есть, мы такие полуобезьяны, что, к сожалению, мы даже для самого творческого дела, самого разумного, рассудочного, там никакой еды, никакого размножения, вынуждены пользоваться с половой системой для того, чтобы стимулировать морфогенеза отростков. Это порог страшный, потому что вы знаете, из чего вырос этот мозг, с бороздами извинения? Из центров управления половым поведением. Большей подлости в эволюции произойти не могло. Именно поэтому, значит, мы чего бы ни делали, все фильтруется через это самое место. Но это порог человечества, к сожалению. Что, что громче? Когда осознанность, которую многие рассказывают в книге, получается. Осознанность чего? Ну, осознанность, когда человек сомневает, что он делает, сомневает открытые... Это он рассказывает потом? Да. Потом все мы ужасно умные. И с этим я согласен. Ну, вот хорошо, когда до, тогда вот проблем меньше становится. Скажи, пожалуйста, по поводу вариантов того, то есть, нам не будет реализоваться сомневаться именно в Терминатор. Терминатор-то? Маловероятно, конечно, что машины взбесятся. Они уж очень примитивные пока. Если будет идти все так же дальше в двоичном коде, будет также увеличивать разрядность, там, мощность машины и прочее, если будет таким черепашьим ходом, еще долго не наступит ничего такого. Но не дай бог, если начнутся, будут использоваться реальные биологические подходы. Я несколько консультировал таких, и такие штуки. Меня это немножко пугает. Потому что проблема заключается в том, что, скажем так, если предельно упрощенно. Мне однажды задали такой вопрос. А вот вы могли бы нам помочь сделать искусственный интеллект, хотя бы как у плоского червя? Я говорю, я-то сделаю. Но вы-то его потом не поймаете. Он будет делать все, что мы, только во много раз быстрее. Я говорю, вы соображаете, что вы мне предлагаете? Да, пожалуйста, можно. Да, есть. Я знаю, каким способом. Но вы же его не поймаете потом. Никогда. Что вы будете с этим делать? А представьте себе, что это не плоский червь, который там свободно живущий в луже. Что это мышь хотя бы. Вот интеллект мыша или там крота. И что мы будем делать потом? А что значит не поймать? Ну, потому что вы его не поймаете. Он быстрее любого крота, любого мыша. Ну, представьте, что у вас все та же самая. Но быстродействие не 200 импульсов в секунду, а там как в машинах, в компьютерах. И чего? Вы одного не поймаете. А если он начнет размножаться? Понимаете, сделать можно. Вот просто такие задачи ставились. Но я говорю, вы решите сначала проблему, как мы ловить его потом будем. Потому что это гиперпроблема. Создать-то можно, но управлять этим будет невозможно. И такие, я могу сказать, что такие задачи разрабатываются. Как ни печально. Да, давайте еще. Вы говорили о том, что неестественно влияли эти технологии на ваш мозг, как губнительные. Есть ли возможность гневмонизировать последствия и произвести нужный, по крайней мере, менее губнительный СИПО, даже как она стала в институтном билете для человеческих и человеческих сознаний? Да, конечно, можно. Дело-то в том, что оно нужно тогда, чтобы вся эта система была направлена не на лимбическую систему, а на рассудочную. Но тогда вы ничего не продадите. В чем проблема-то? Нет, я могу сказать, что я знаю более-менее, что делать, но это, понимаете, очень как с червяком, как с мышью искусственной. Это страшная вещь, потому что мы по наивности можем это сделать. Я примерно представляю, как это сделать. Не на двоичном коде, конечно, это куром на смех. Но примерные принципы те же самые, но тогда это будет неуправляемая система абсолютно. Ну, вы представьте себе, мыша с тысячекратным быстродействием. Ну, заезд всех. Причем непонятно, как это все будет себя вести. То есть биологические принципы, я вам сейчас ключевое слово скажу, построены на принципах самоорганизации. Там даже самоспроизведение не так важно, самоорганизация важна. И вот здесь главный порог. Если мы будем запускать такие системы, они, конечно, нас поглотят. Здесь немножко страшновато. А поскольку все это коммерциализуется, понимаете, ну, невыгодно делать вещи, которые не будет никто покупать. Значит, надо сделать так, чтобы их все время покупали. А к чему надо обращаться? Ну, посмотрите, вон последняя выставка автомобилей. Кого там ставят? Девушку с ножками подлиннее. Для чего? Для того, чтобы на автомобиль была ассоциация. Чему? Лимбической системы. Гормоны вырабатывались. Чтоб мальчик запомнил, что вот эта длинноногая богиня, конечно, если он залезет там в какой-нибудь смарт, она тут же к нему и прибежит. То есть, понимаете, вот этот идиотизм, он работал, работает и будет работать. Обращаются к лимбической системе, расширяют поток продаж. Обращаются к сознанию, к разумному, доброму, вечному. Фирма обречена, провалится, рассыпется. Если не будет целевого, то, что, так и говорю, государственной воли, целевого направленного финансирования на вот это дело, которое для человечества, а не для того, чтобы решить проблему размножения и доминантности. Вот, собственно, в этом дело. Давайте чего? У нас, извините, есть время? Есть еще время? А то, вы не видите, опять, как переди ее, да, да, я вас слушаю. Здесь, здесь, ну, здесь все. Вы простите, да. А вот у меня ваше мнение, как эксперты, что, 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 в мире, ваше питание, ваше питание, ваше питание, педагогическое науку, в питание, в детишек, особенно, возраст, в шестиденье, все получается, да, я понял. Я сейчас объясню. Именно важно, в ответ на ваш вопрос, вот, есть эта книжка, называется, на морфологию сознания, первый том. Я там разбираю том, как вот, мозг созревает внутри, у трубы матери, с чего он начинается, почему он такой кривой, почему он, когда он рождается, там, дети толком ничего не видят, там, бабки прыгают с бубенцами вокруг них, а что там видеть, у него цветного зрения почти нет, поле зрения 20%, что, какая-то бабушка развлекается, что ли, сама, для себя, ну, наверное, приятно, старушке подпрыгнуть, но у детей мозг созревается по определенным законам, и, к сожалению, у нас получается так, сейчас меня будут обвинять в ретроградстве, что у нас должна созреть система, неокортикальная, она примерно, вот, неокортекс, более-менее готов к 7-8 годам, к восприятию, поэтому раньше старались в школе 8-9 лет отдавать, это, когда в Савдипе понадобились солдаты, чтобы побольше, помоложе солдат под танки запускать, вот тогда, значит, это начали снижать весь, да и во всем мире по тем же причинам, то есть, на самом деле, инокортекс 7-8 лет созревает, после этого, хотя бы на коре ребенок может относиться уже по-другому, скажем, более по-человечески, к тому, что окружает, но вообще, можно и попозже, что вы хотите из этого ребенка, сделать, потому что на раннем возрасте вы нарабатываете так называемые социальные инстинкты, то есть, что это значит, это такие же инстинкты, которые не выбьешь потом ничем, только декапитацией, то есть, усекновением головы, вы их ничем не выбьете, если вы в этом возрасте, а вы представьте, вот эта лимбическая система, отдельный разговор, созревает раньше, чем кора, и вы на инстинктивно-гормональной базе нарабатываете ему социальные инстинкты, Почему вот этих вот сирийских мальчиков, которые там убивали взрослых, с ними уже ничего нельзя сделать? Все. Как это не печально. Вы ничего не сделаете с этим делом. Это не выбьешь ничем, потому что у вас нейрональные связи, на которых строится память, первыми будут формироваться в инстинктивно-гормональных центрах. Они определяют очень сильно поведение. Он до 25 будет подчиняться им, имитируя вам занятия, учебу. По себе все знаете, что он рассказывает. То есть получается так, что мы должны стараться до созревания коры, до созревания коры, поменьше давать то, что может ребенку помешать в его жизни. Потому что если это будет заложено в инстинктивно-гормональных центрах лимбической системы, это изменить и исправить нельзя. Но это, как почитайте Лоренса, запечатление. Если утка запечатлила бородатого мужика в качестве мамы, так она и будет за ним бегать. А ведь у человека эти запечатления также растягиваются просто на всю жизнь. Они менее глубокие, но так же точно происходят. Поэтому маленьким детей нужно воспринять очень аккуратно. И то, что их мозг еще не может воспринять, давать им не надо. Вы можете научить его высшей математике. Вы можете в шестилетнем возрасте научить там слагать стихи и передавать чувства, которые он никогда не испытывал. Но это будет подражание. Таких поэтесс 14-12-летних было полно. Потом они все кончали или от алкоголизма, или от наркомании. Во всем мире это происходит. Когда сумасшедшие родители выжимают из детей таланта, которого нет. Они будут подражать. Мозг пустой. Вы представляете, огромный ваш мозг. На секунду, представляете, пустой. Вы умеете говорить, слушать, петь, произносить слова. Вон пустой, вакуум. Ему можно залить чем угодно. Хотите поэтами, хотите высшей математикой, хотите геологией, чем хотите. И он будет показывать, как компьютер действительно, набор некий дань. Но это неосознанно, потому что еще система мышления не сложилась. И наоборот, вы потом это не выбьете. Ну делали так, вы знаете, великих музыкантов, исполнителей. То есть профессиональных. Если вы хотите, что из него сделаем, например, программиста, и все. Вот такая точка. Отлично. Делайте. Но вы имейте в виду, что, а вдруг у него способности кем-то есть. Что ему потом делать, когда он вырастет? Мы же определить способности не можем, пока не достигнет полового соцаревания. И здесь возникнет гигантская проблема. Поэтому да, сделать можно. Так делали всегда. Делали гиперспециализации. Когда совпадает с врожденными способностями, получается гений. Но в девяти случаях из десяти не совпадает, тогда получается моральный инвалид или обреченный человек. Так что выбирать родителям. Большой ребяток, людей, острые, как они. Потом он может встретить два сутка, два сутка. Давайте. Я буду покороче стараться. Здравствуйте. Глядя на себя и на свои предыдущики, я понимаю, что на осознание нам не очень понравилось. Я не могу, на самом деле, в тишинбол, не особо поздравляю, что я это я. Мне это не требуется. Но, ну, сколько сказать, что будет. Можно где-то это осознание. Но в том числе и в эволюции у нас осознание, само осознание есть. Конечно. Да, это я, это я. Так очень просто. Дело в том, что все это чисто эволюционный результат. Дело в том, что вы не все время могли жить, то есть наши предки не все время могли жить, пользуясь исключительно лимбической системой. В этом вся проблема. И самое главное началось тогда, когда мы стали жить большими популяциями. Я просто отвечу кратко на этот вопрос. Почему? Потому что в большой популяции надо делиться едой. Для того, чтобы делиться едой, нужно ее не отнимать у соседа. Понятно, да? Ну, еды мало. Вы принесли еду и не хотите ни с кем делиться. С любимой лохматой девушкой, пожалуйста. А больше ни с кем. Вот чтобы начать делиться, у нас лобные области возникли, не для того, чтобы думать. Какие там у неандертальцев и кроманьонцев мысли могли быть о высшей математике? Тоже у меня мыслительный центр. Да нет, конечно, лобные области появились для одной простой вещи. Это гигантские тормозные центры, которые подавляют обезьяне поведение. Именно в лобных областях у нас много полей, которые в десятки, если там не полтора-два десятка больше, чем у обезьян. Те, которые позволяют делиться пищей с неродственными особами. Это основа нашей эволюции была. Вот как только мы это начали делать, так мы стали людьми. Но для этого нужно же осознавать себя. Понимаете? Не отнимать косточку. Попробуйте у любимой собаки отнять косточку. Она нас покусает и правильно сделает. А вы можете поделиться, даже будучи голодным, и даже не с девушкой, своим кусочком. Даже голодным. То есть вот эта система осознания самих себя вышла, родилась в нашем мозге из, собственно говоря, отказа от жесточайшей охоты за пищей даже в случае голода. То есть способность делиться едой, ну и чем вы имеете, с неродственными особами. Вот тогда возникло самоосознание. Что вы должны осознавать себя и другого. А если вы не осознаете, то вы просто как собака кусаете его и все. Косточку не даете любимую. Давайте еще. Что, что? Извините. Во-первых, он не ревизированный и не ревизированный. Я не думаю, что это такое случение, где человек исключает в любом системе, где он управлял в процессе ревизирования, в силу и мысли. А вопрос к этому. Вот так как надо, что он сгорит. Мы этот периодически постоянно это забываем. Мы не можем мысль затеять в области и так далее. Мы можем еще вопрос в жребе груза. Да-да-да, конечно. Вы уже все внедрили, все в порядке. Вы внедрили, у вас айпад есть? Все, включайте. Я имею в виду использование технического... То есть напрямую? Да-да-да. Но напрямую это не очень нужно, потому что понимаете, в чем дело? Напрямую мы столкнемся с тем, о чем уже касался, с индивидуальной изменчивостью. Почему вот эти все рукосущества, когда говорят, мы вот протез сделали, теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле. Вот мы к мозгу подключили шапочку. Мономаха, вот она дает. Ничего она не дает. Индивидуальная изменчивость полей и электроэнцефалографии ничего не дает. Можете купить себе, это недорого стоит и дома развлекаться. Все электроды подводите. Импульсы. К сожалению, там можно хорошо определить только эпилептогенные состояния после операции. Тут полезная, хорошая вещь. Да. А во всем остальном это ерунда. Обратите внимание, буржуи, я просто участвовал в нескольких проектах. Они сначала пытались с мозга снимать, а теперь посмотрите все их протезы. Что они делают? Они сажают вот сюда манжеты, которые снимают сигналы с возбуждения нервов. И передают, поскольку здесь нервов конечное количество, их немного все это просто, и передают сигналы на пальцы, которые отсутствуют. Они соединяют пальцы искусственные с этой системой. И вот система съемного сигнала не с мозга. С мозга не снимешь. Но если индивидуальные размеры полей у одного может быть составлять единицу, у другого пять, в пять раз больше. А разрешение вот этой энцефалографии, это в основном, это, знаете, мелкое жульничество. Когда там показывают, вот смотрите, с помощью мысли там мы двигаем что-то. Что вы можете двигать, когда индивидуальная изменчивость между полями в пять-шесть раз? Вы локализовать электроды не можете, не зная карты мозга. Я вам объясню, как есть, обучают людей или самостоятельно, или специально целенаправленно, очень простым приемом. Вы напрягаетесь определенным образом, когда вам надо двинуть. Ваш весь мозг должен получить определенное возбуждение, чтобы сдвинуть налево. Другой огромная площадь, огромная часть мозга надо напрячь, чтобы сдвинуть направо. И таким образом достигают этого всего. А вы поставьте, почему руки-то не получаются. Длинная моторная область вот здесь лежит. Ну что, воткнул сюда два электрода и управляй рукой. Покажите мне хоть один протез на этом принципе. Ни одного нигде нет. Буржуи сделали такие протезы? Да. Съемка с плеча. Все. Поэтому здесь эти фокусы делали еще, знаете, лет 30 назад. Показывали про управление мыслью компьютером. Это все одно и то же. Там слишком низкое разрешение электроэнцефалографа. И никакими дискриминациями вы погасите индивидуальную изменчивость мозга не можете. Это просто невозможно. А карты мозга прижизненные мы составить не можем только после смерти. Давайте вопросы. Да, да. Вы про Минского что ли? — Я вообще, я сейчас только что внизу ходил, там, ты же в 5-минском архитектуре. — Ну, наверное, это этого, как его, Минского. — Да, имели структуру, как бы, терапия, когда это стало, существует, на ваш взгляд. И может быть, это какое-то, конечно, определение эмоций? — Эмоции? Эмоции — это способ коммуникации между приматами, построенный на активности лимбической системы. Книжка «Эмоциональная машина» Минского, знаю я ее прекрасно. Вы почитайте, что он там пишет. Она хинея же полнейшая. Мы, говорит, решаем любые задачи, благодаря тому, что мы можем представлять образы, потом слова, потом пользоваться логикой. Он даже не понимает, что слова и логика — это одно и то же. То есть на этом построено все. Это профанация какая-то чистейшая. Я посмотрел на эту книжку, ужас какой-то. То есть человек вообще не понимает, о чем пишет. Ну, у них там на западе это принято. Это хорошо, это тоже революция. — Вы, например, для чара используете вот эти вот техники для определения сотрудников? Вы знаете, сотрудников, вот я вам приведу один-единственный пример. Со всей современной технологией, со всеми развитыми способами, вот стоят спортсмены, пловцы на чемпионате мира. Половина из них — это отобранные с помощью интеллектуальных систем, тестов, биохимии, там, мол, биологии и прочее. А половина — это те, которые пришли в секцию и сказали, так, ты плаваешь как топор, пошел отсюда. Мне кажется, вопрос исчерпан. Вот когда половина стоит таких, половина стоит таких, это говорит не о том, что хороший способ подбора, а о том, что очень плохой способ подбора. Он построен на некоторых парадигмах, которые не всегда или в половине случаев не работают. Будет лучше, может быть. Ну, давайте еще последнее. — Что, что, извините. — Да, и это есть такая практика. Ну, и то же самое, что с кофе. Айтишник хорош, молодой, а дальше-то что? Бог с ним. Ну, вот они выжимают людей. Ну, вы меня извините, когда не было этого всего, еще не так распространенного. Математиков сажали на стряхнин. Не хочу называть фамилии выдающихся ученых, которые своих математиков сажали на стряхнин. Да, действительно, блестяще там приезжает на конференцию через два дня готовая неразрешимая задача. Но то, что эти математиков приходилось менять, отвозя ненужных на кладбище каждые три года, об этом все молчат. Да, такая стимуляция есть, но имейте в виду, что любая стимуляция такого рода, она разрушительна для мозга. Разрушительна. И ничего вы не сделаете. Вы лучше работайте понемножку, но регулярно, понимаете, чем делайте трудовые подвиги. Там за неделю написать какую-то программку или еще что-то. Понемножку регулярно. Мозг сохраните дольше. Вы поймите, что через 40 лет с вашим опытом, с вашими знаниями, вы будете на вес золота. И малолетние конкуренты в вашем возрасте будут вам смешны. Понимаете, вот для этого нужно прожить время и сохранить свой мозг в рабочем состоянии. Поэтому не переутомляйтесь, не используйте никакой химии. Потому что, к сожалению, людей, обычно работодателям, не жалко. Помните это. Они заинтересованы в отдаче, а не в вашей жизни. Будьте осторожны. Ну, на этом все, наверное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok